Привет, меня зовут Света, и в этом видео я вам покажу, как сделать съедобные школьные принадлежности. Я надеюсь, что вам понравится это видео, хотя мне кажется, что я рукожопила в нем больше, чем во всех предыдущих диайваях вместе взятых. Но тем не менее, давайте начнем. Для такой шоколадной линейки вам понадобится зубочистка, шоколадка и обычная линейка. Открываем нашу шоколадку и кладем рядом с линейкой. С помощью зубочистки выцарапываем деление и цифры. Ну и все уже готово. Для этого и еще некоторых диайваев вам понадобится растопленный белый шоколад. Я налила в кастрюльку немного молока, разломала шоколадку, поставила на плиту чуть большую кастрюлю с водой, а меньше опустила в нее, сделав водяную баню. Ну и переходим к созданию красок. Вам понадобится пряник, шоколад, который мы уже использовали, одна соломинка и M&M's либо Skittles. Открываем пряник и выкладываем конфетки в ряд, чтобы узнать, сколько от пряника нужно отрезать. Салат уже растопился и мы поливаем пряник. Теперь кладем соломинку, играющую роль кисти и M&M's. Осталось это поставить в холодильник и дождаться, когда шоколад застынет. Для фейкового клея вам понадобится тюбик нетоксичного клея, который мы полностью выливаем. Дальше нам нужно помыть тюбик и я подумала, что это лучше сделать средством для мытья посуды, а не мылом, ведь я буду есть из него. Я использовала ненужную зубную щетку. Чтобы проверить, остался ли в тюбике клей, его нужно поднести к лампе и, как вы видите, у меня он остался, поэтому остатки я вычистила ушной палочкой и теперь тюбик чист. Чтобы сымитировать клей, я сделала обычный коктейль, смешав молоко с мороженым, ведь он белый и густой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая же школа без тетради. Для нее вам понадобятся вафли, кондитерский карандаш, мастика и шоколад, но можно обойтись и без него. Я почему-то подумала, что эти вафли будут прямоугольными, чтобы тетрадь была прямоугольной, но это оказалось не так. С помощью шоколада я хотела скрепить и вафли, но это не сработало, возможно, я просто слишком рано вытащила их из холодильника. По моей задумке, мастику надо было раскатать в тонкий слой и обернуть ей вафли, но мастика начала прилипать к доске. Я подумала, что, возможно, как и с тестом, поможет масло, но нет, от него ничего не изменилось, зато помогла обычная вода. Просто до этого я никогда не работала с мастикой. Отклеив ее кусками, я ее положила на вафли и еще раз смочив руки, стала растирать, чтобы скрепить все эти куски. Наконец, кондитерским карандашом я написала слово «тетрадь» и обмазала по бокам, чтобы придать объем. И это тоже надо поставить в холодильник. Теперь перейдем к ручке, которой реально можно писать и фейковому ластику. Вам понадобится всего лишь жевательный язычок, но чуть подтаявший. Он будет хорошо мяться, и я разделила его на две части. Из первой я буду делать ручку, только обязательно проверьте, пишет ли стержень, потому что я почему-то этого не сделала и обнаружила, что он не пишет уже после того, как все замерзло. Как вы поняли, я просто обернула эту конфету вокруг стержня, а из второй части слепила ластик. И последний диайвай – это еще один ластик. Вам понадобится бумага для выпечки, спичечный коробок, либо другая прямоугольная емкость и белый шоколад. Кладем бумагу в коробочку, чтобы шоколад не прилип к стенкам, и заливаем его. После того, как наш ластик застынет, надо обрезать края, чтобы он стал прямоугольным. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока!